Один человек рассказал легенду о польском восстании 1863 года. Какой-то дедушка, вроде, такой под стос седой бородой старый, перекинули этот ящик с добром, в котором было 40 пудов золота и серебра в изделиях. Так, ну вот, Сергей, у него в руках волшебный прибор, с которым мы сегодня будем проверять данную легенду. Так, у нас на пути есть препятствия, пришлось спуститься в яр. Прибор сработал. О, вот это мне нравится. Смотри, как пищит, да? Довольно-таки не на маленькой глубине находится объект. Ну что, друзья, выкопали яму побольше. Давай, раздавали. Приветствую. Мы в экспедиции едем проверять очередную легенду. Привет, друзья. И, невзирая на коронавирус, устали мы сидеть дома. Поэтому это у нас уже вторая экспедиция. Ситуация такова. Один человек рассказал легенду о польском восстании 1863 года. Самое интересное, что последний из участников восстания 1863 года, в возрасте 99 лет, умер в 45-м или в 44-м году, я не помню. Поэтому по рассказам все как бы по годам соответствует. В период Голодомора на Украине, где-то в 29-м, 31-м году, 32-м, они отсюда вот меняли, то есть с того места, где мы находимся, меняли вещи в России, где-то в Курской области. И какой-то дедушка, говорит, такой подстос с седой бородой, старый, говорит им, а вы откуда, ребята? И говорят, ну мы там оттуда, да оттуда. Он говорит, так зачем вы ходите? Мы когда в период восстания польского собирали, ну, чтобы не досталось восставшим материальной ценности, нас там, рейстровых солдат, или там казаков, бог с ним, отправили по церквям там и государственным учреждениям собирать все ценно. И говорит, мы ехали там лошадь, нас было четверо или пятеро человек, я не помню деталей, пару, четверка, тройка лошадей там, неважно, большой ящик деревянный, вот это все складывали. И говорит, когда подъезжали к переезду, то к нам выскочили такие же солдаты, говорят, удирайте, там банда идет поставших. Ну, мы заехали в лес, думали, что это большой лес, перекинули этот ящик с добром, в котором было 40 пудов золота и серебра в изделиях, я так понимаю, наверное, церковный утвар, деньги, вот такое, может что-то еще. Говорит, в какую-то яму там, прикидали ее ветками, там землей отпустили лошадей и ушли. Вот, говорит, вернитесь, вы же местное, найдите это, и вам хватит восстановить и село, и на жизнь, и на все остальное. Вот, и он нас вывез на это место, показал, территория, конечно, обширная, привязки, соответственно, никакие, говорю, как есть. Вот, и самое интересное, я ему задал вопрос, а че ж, человек, который нас возил, ему было 76 лет, его уже нет. А его рассказал это отец, который, я говорю, а че ж ты с отцом не пошел, вот, чтобы он тебе пальцем показал, что он помнит, как. Он говорит, отец боялся. Ну, в те времена в Советском Союзе это не первый раз, когда мы вот такое слышим, когда рассказывают, мы говорим, ну, а че, ну, а че же там бабка-ключница не пошла с тобой, или там кто-то еще, который вот легенды рассказывает. Боялись. И сегодня мы хотим, мы там часть территории с Лешей обследовали, выезжали туда не один раз, потому что это для нас не очень близко, почти 250 километров от Киева. Вот, но сегодня с нами едет наши друзья с интересным прибором, мы вам его покажем. Вот, попытаемся этим прибором, локатором зацепить это все и посмотреть. Ну, в общем, смотрим, не переключаемся. Сейчас приедем в лес, все увидим. Так, приехали на место дислокации. На поле видим, что есть комрады, ищут артефакты. Но наша задача, это не поле, наша задача, это спуститься вниз в яр. И, соответственно, проверить эту легенду. С нами Серега будет. Будем использовать сегодня необычный прибор. В Украине приборов, я думаю, что единицы, может даже только один единственный. Я когда-то про него в 2008 году читал. Это бразильский прибор, Минеор называется. Возможно, кто про него слышал. Ну, протестируем, посмотрим. Возможно, какие-то сигналы и будут. Смотрим, не переключаемся. Так, ну вот, Сергей. У него в руках волшебный прибор, с которым мы сегодня будем проверять данную легенду. Называется Минеор FG80. Ну, прибор старый 2008 года, если не ошибаюсь. Правильно где-то так? В 2008 году. Да, в 2008 году. Есть 90-я модель, это более новая. Да, да. Ну, будем искать. А с этой стороны, да. Вот так он выглядит. Это портативный компьютер. Звучает импульс мощный. Да, не излучает, он принимает только. Да, принимает, да, принимает. Золото и серебра. Тоже, как металл. Фантастика, фантастика. Вот она, вот она. Так, в помощь нам аппараты. ЗОЗО. Это тоже 30-30. Только, смотри, катушка, смотри, какая большая. Это... Это, блин, это все, все из глубины поднять можно. Капец. Кстати, я никогда в руке не держал 30-30. Тяжелый? С ним очень удобно ходить. Да? Да, я бы не сказал, что он сильно тяжелый. Тяжелый? Да нет, ты мой просто аппарат не брал. Прием-то побольше, я. Я именно тот, что всегда. Добрый разрушение. Дорогие гости, наши друзья. Дорогие гости, наши друзья. Давай, глава команды. Тогда надо подниматься вверх, идти по верху туда, и потом оттуда возвращаться. Определение, да? Да, включаем прибор. Только мы сейчас будем идти на юг, когда выходим. Мы идем на юг. Это что за счетчик? Калибровый прибор, значит прибор как включается. Включили, обнулили на нули. Получается 17-18 вольт заряда у него. А теперь мы подводим вот этот калибровочный. Подводим до первого сигнала. Первый сигнал получаем и отводим на 10 единиц назад. Влажность сейчас 26-27 процентов. Практически идеальные условия. Температура. Не, ну девайси могут вашей мешать, по идее. Вот так. Ну, отключаемся. Не, ну, вот так. Подстроились. Зафиксировали. Подождали, прибор не дает сбоев. Ну, и так. Все вверх. Поднимай самоверк. Поиск происходит. Суть ионов. Ионы где-то вот этой столбы стоят 2 метра 19 сантиметров. И чем лучше относительная влажность, тем мощнее появляется магнитное поле. Ионы вот такие, да? Да, ионы расходятся таким яйцом. Чем влажность меньше, яйцо ужимается. И так цель, прибор ловит цель с дистанции и в глубину. Вперед. Let's go. Разрушать легенды. Андрюха, да, ссылочку до канала оставили в описании. Канал как называется? Дневник Райведа. Вот супер. Погнали. Так, ну часть Яра мы прошли уже. Сейчас будем возвращаться по другой стороне. Фух, ну пока сигналов никаких не было. Полностью прибор молчит. Не срабатывает. Будем надеяться, что это явление временное. Сейчас двигаемся, двигаясь по этой стороне, переходим туда. Да, да, на второй стороне, да, да, да. Сзади группа поддержки. Я снимаю в другом ракурсе. Всем привет. Так, у нас на пути есть препятствие. Мне пришлось спуститься в Яр. Я, наверное, еще сюда и поднимусь. Продолжаем наши поиски с волшебным прибором. Андрюха в Яру внизу. Вот второй Андрей. В надежде отыскать заветный клад, заветное сокровище. Но пока все молчит, но мы движемся вперед. Прибор сработал. О, вот это мне нравится. Смотри, как пищит, да? Он определяет присутствия драгоценного металла. Что-то очень сильно сработал. Я, наверное, дальше показывать не буду. Пойду вещи собирать. Документы. И валить в другую страну. Все, все, видео прекращается. Слышишь, это какая-то заставка сразу же на Ваянах или где-то на Мальдивах. Он уже со стаканчиком в шезлонге где-то. С сигарами, с сигарами. Две муладки. Так, ваш Бротич, цель здесь лучше. Сегодня нельзя промазать, вы понимаете? Сегодня нельзя. Где-то вам не пряжку сранную полезу искать. Конечно. Это 40 пудов золота. 40 пудов. Весь идет от 40 пудов. 40 пудов. Тут же искали, вот ямы какие-то разводить. Это хороший сигнал или нет? Ну, такой... Обильный, скажем так. Он вообще же не пикал ничего. Так, что прошли. А тут что-то... Я уже и настраивал, Андрей. Ага. Продолжаем двигаться по Яру. Спустились вниз. У нас идет узкоколейка. Поверху. Там она почему-то разрушенная, наверное, из-за того, что какой-то катаклизм произошел. Стоят красивые деревья. Большие, огромные. Прибор. Проверяем. Сигнал был какой-то. Второй сигнал. Но стабильности нету. По всей видимости, это какая-то, наверное, электромагнитная наводка произошла. Может, камера лисит? Ложная аномалия, да. Ладно. Пошли вперед. Дойдем. Да. Идем обратно. Продолжаем двигаться. Ну, у него точно есть зачет в этого прибора. Да. Сто процентов. Ну, у моих зачета не было, если честно. Ну, четыре-пять случаев. Что, в каменном селе у нас был сигнал хороший. Мы просто не было времени проверить. А, в каменном селе был там один сигнал мусульный. Вот то, где ты говорил, там светилось что-то, да? Да, да, да. Да, вот там, где ирокезы, как он говорит, древние воины были. Это версия практически на 95% действенная. 98%. Надо будет съездить, да. Попробовать. Обмен. Обмен. Мы будем другие приборы тестировать, показывать, что с помощью них можно найти. И самое интересное, что этот прибор стоит, наверное, на, я не знаю, тысяча десять, да? А я вообще про деньги не говорю никогда. 13 тысяч долларов. За что? Ой, это надо смешивать. Кормушки для подкармливания. Леха. Юзит новый прибор. Вот так вот полдня походить и продолжаем, что уходить не нужно. Там реально тяжелый. Ты же говорил, что легкий. Смотрите, какие ивы мощные. Вербы. Вообще, лес старый, древний. Яры замечательные. Черкасская область славится ярами. Желательно, да, наверное, ближе к этому, вот сюда подвигайся. Да, ближе вот к этой. Послушай, по сути дела, если он со 100 метров берет, то захватит. По 40 километра берет. Ну так тем более. Десять. Дерево, держите. Будет здорово. Да, благодарю. Смотрите, какое дерево замечательное. Вот это. А ну встань на фоне дерева, чтобы просто показать, какое. Ну сколько там у лента? Это 150, наверное. Вот это дерево. Сейчас станет человек. Ну встань. Я привязан, елки-пал. Я забыл. Извини, сейчас. Не, не встань посредине. Вот, как вам дерево, а? И перепроверить. Так. А так, даже производитель сам говорит, с первого раза вы можете ничего не понять. Если место дает в одном и том же месте одинаковые сигналы, то есть вы на правильном пути. Дальше с юга, с запада, с севера. Выставляешь, центруешь. Указочка и понеслась. Указочка, пошел я занятий. Вперед, продолжаем дальше. Давай. Друзья, походили, наверное, часа три. Было несколько сработок. Стабильных сигналов, к сожалению, не было. Копать мы ничего не копали, поскольку хотелось более явного и выраженного сигнала. Но мы надеемся, что мы к этому месту еще вернемся. Попробуем еще некоторые технологии, которые мы сейчас создаем. В общем, я думаю, ближе к осени мы сюда вернемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Я говорю, что мы субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! рубим корни и вот эти гады вот эти вот съедают эти деревья они сухие стоят смотрите сухое дерево полностью чтобы не говорили что мы уничтожаем природу ямку обязательно засыпем да глубина сколько сантиметров 70 есть уже да уже к чему-то добрались на такой глубине может быть боевой ширина какая пластина вообще кончилась я не куда кончилась вон она такая что за перепады что это такое капала ну что друзья выкопали яму побольше давай вот она вот так это у нас не вторая мировая не на копы приехали а нашли совсем другое две косы нашла коса на камень ну мне кажется да ну проверим может там еще что то есть сзади лежит вот таких вот два артефакта нашли это точно не вторая мировая тут немецкая позиция идут ну блин даже ячейки что а у меня в кармане да кунг-поинтер извини даю кунг-поинтер проверь есть еще что-то я попробую магнитометром проверить ну что рабочий день подошел к концу собираемся домой на немецких позициях мы немного покопали ничего интересного не нашли нашли только нашли мы на немецких позициях две косы горбуши восьмого девятого века вот они вместе лежали кто-то приховал до урожая но не смог их забрать видимо что-то случилось это лёха магнитометром нашел передадим их музей на глубине больше метра они находились да больше метра сам копал под деревом в очень плохом состоянии можно наточить вот так они выглядят они привезли после горбуши ставим палец вверх подписываемся на канал всем пока и